Уже 43% налоговых деклараций подается в Тверской области по интернету через личный кабинет. Таковы данные региональной УФНС, которую они обнародовали в четверг журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам декларационной кампании. Совсем скоро, 30 апреля, заканчивается кампания по декларированию доходов прошлого года. То есть все, кто получил деньги от продажи недвижимости, выигрыш, волтерею и прочего, обязаны подать декларацию в свою налоговую инспекцию. Пока граждане делают это даже более активно, чем в 2020. На 21 апреля мы получили порядка 55 тысяч налоговых деклараций по НДФЛ за 2020 год, что где-то на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма налога, которую должны выплатить жители Тверской области, составила 269 миллионов рублей. Это на 37% больше показателя прошлого года. Растет и число граждан, заполняющих заявления по налоговым вычетам, сумма которых превысила 2 миллиарда рублей. При этом подать такую декларацию стало заметно проще. Заявление о возврате налога, оно теперь вмонтировано в бланк самой налоговой декларации. Это позволяет, так сказать, избежать лишних каких-то хлопот. И тех, кто ранее там забывал заявление вовремя подать и так далее. Теперь это все в бланке декларации. Попутно стоит отметить рост числа тех, кто подает ту или иную декларацию через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. В Тверской области им пользуются более 270 тысяч физлиц. Причем заполнить заявление теперь можно онлайн. Программа сама помогает, предлагая выбрать нужный вариант. Я купил квартиру или я продал имущество, я продал машину. И с помощью пошаговых действий в этом личном кабинете, с помощью 5-6 кликов он заполняет эту декларацию. Она исключает различные ошибки в данной декларации и налогоплательщику очень просто ее заполнить. Сейчас личным кабинетом пользуются 43% физических лиц, зарегистрированных в Тверской области. В региональном УФНС не сомневаются, что это число и дальше будет расти. Подтверждением этому служат залы налоговых инспекций, которые даже сейчас в апреле по шуму и суете больше не напоминают фондовые биржи.